Ребят, всем привет! Вы смотрите канал Крым. Меня зовут Никита. Этот выпуск будет посвящен свежей модели Puma Cell. Нам на завод прислали коробку. Распакуем, покажем вам, что там внутри. Надо расписаться. Хорошо, что коробку прислали в пакете. Знали, что в Питере постоянно идут дожди, как сейчас. И она не промокнет. Переместились в нашу студию. Собственно, коробка находится на столе. Модель называется Puma Cell Enduro. Модель поступила в продажу по всему миру буквально пару дней назад. И спасибо Puma Russia за то, что прислали ее на обзор. Вообще, очень интересно всегда обозревать какие-то прям эксклюзивные вещи. Ну, не то, что эксклюзивные, но вот которые только что выходят. И сразу же оказываются на обзоре. Это всегда какое-то дополнительное внимание заслуживает. Коробка абсолютно такая же, как и во многих других кроссовках. Здесь нет никаких отличительных моментов. Ну, обычный форм-страйп, логотип Puma. Внутри находится бумага без брендинга. И, собственно, вот такая вот пара. На правом кроссовке вы можете увидеть, что есть дополнительные белые шнурки. В обычной комплектации идут черные шнурки. Верхушка у нас сделана из кожи, из меш-сетки, из замши. И первое вообще, что бросается в глаза, когда вы открываете коробку и видите эти кроссовки, лично у меня это ассоциация с Nike Air Max 95. Я подготовил специально 95 Air Max для того, чтобы их сравнить визуально. Воздушная подушка очень сильно похожа по вообще своему дизайну. В 95 Air Max баллон находился не только в пяточной области, как это было в 90-х и в первых. Также он был еще и в носовой части. Это отличало эту модель. И в данном случае в эндуре как раз тоже есть в носовой и в пяточной области баллон цел. Кроме этого, такие вот ребра, которые Серджио Лазанно разработал в дизайне 95 Air Max, которые находятся на боковой части, они тоже немножко прослеживаются в эндуре. Здесь вот вы видите такие вот нити, которые напоминают также технологию Flywire. Но в данном случае эти шнурки, как бы нити, они такие более толстые. Кроме этого, Катя говорит также, что эти кроссовки напоминают ей Asics Gale Maya, модель, у которой сбоку находится шнуровка, у которой нет привычного нам логотипа Asics. Сбоку он находится на подошве. Я думаю, знаете, ей напоминает это, потому что шнуровка здесь достаточно далеко идет. То есть она выходит практически на носовую часть кроссовка. Лично мне, как обладателю 45-го размера, это вообще супер импонирует, потому что такое решение немножко визуально уменьшает кроссовок, мне так кажется. И, собственно, для 45-го размера это вообще круто. В данном случае это шестерка UK, это вообще смотрится просто каким-то детским кроссовком. В дизайне также используется меш-сетка, то есть на язычке, на боковых частях. Вот здесь вот вы видите, что есть меш-сетка. Это позволяет кроссовку лучше дышать. Также здесь используется кожа и черные вставки из замши. На пяточной области у нас находится такой вот овальный логотип Puma, то есть овальный вырез, в котором зелененький логотип Puma, и он светится. То есть здесь рефлективная ткань. Также вышивка CL, в которой вы можете увидеть, что буква E выполнена шестигранником, который подчеркивает соты. Собственно, почему соты? Потому что в этой подошве, в этом баллоне используются соты, как такие прорези, как основания, как ребра жесткости какие-то. Вы можете увидеть вот эти вот соты, которые являются продолжением технологии Trinomic. В данном случае соты намного более крупные. Их видно еще и спереди. Вот здесь вот такие три прорези. В середине огромная прорезь. Кстати, эта прорезь очень такая большая и очень плотная. То есть вы не бойтесь, если вы будете, например, в этих кроссовках ходить по камням или по стеклам, ничего им не будет, потому что вот эта часть, она просто каменная. Это не как баллон VaporMax, да, мягкий. В данном случае вот здесь намного все более твердо. Да и здесь тоже, кстати. Вообще, я не понимал вначале, баллон вообще работает или нет, потому что промять его, как в 95-х VaporMax, практически невозможно, намного более сложно. И если все-таки вот так вот сминать, ну да, вот вроде он мнется. Но это надо приложить достаточно сильные усилия. Давайте посмотрим, что находится внутри, какие здесь стельки. Эти стельки по цветовому решению могут напомнить OrtaLite, потому что здесь тоже они синие, но здесь немножко другой цвет, не голубой, а такой более фиолетовый, темно-синий что ли. Сверху находится логотип Puma Cell. И в принципе все, они достаточно классические, они мне напоминают больше стельки, которые используются в нью-балансах, в нумериках. У этих кроссовок прикольный язычок, он напоминает вот такие вот ушки, которые огибают, соответственно, сухожилия, которые находятся вот как раз в середине. Почему вообще OG-расцветка именно такая? Потому что в рекламе, в винтажной рекламе, когда вышли эти кроссовки 98-го года, все происходило в химлаборатории, кроссовки были привиты таким зеленым зельем, и, собственно, это зеленое зелье, как будто и залито вот в эти вот баллоны. Это зелье попытались украсть, но благо доктор был в таких кроссовках, и он догнал в этих кроссовках мопед или мотоцикл. В общем, он спас эту технологию. Катя говорит, что ей напоминает это решение цвет черепашек-ниндзи. Помните, они тоже такие были зеленые. И вообще весь дух этих кроссовок – это именно такие вот 90-е годы, начало 2000-х, когда кроссовки массивные были очень актуальны, и благо они возвращаются. Мой приятель в директе написал, что они ему напоминают Asiris D3. Мне кажется, что не совсем все-таки, блин, 95-й, 97-й Air Max, вот на мой взгляд. Напишите в комментариях, какие вам они напоминают кроссовки. Я уверен, у вас есть свои идеи. Мне лично очень нравится то, что такие технологии, такие вообще силуэты возвращаются, потому что они были в моем детстве очень активно используемы. Мы ходили в широких штанах, в огромных толстовках, в оверсайз-куртках, и сейчас все это снова в тренде. Благо, джогеры и лодыжки уходят, теперь трубы с пауками обратно возвращаются, и вот такие вот огромные массивные кроссовки очень подходят под широкие штаны. Увидим, как это будет носиться. Сама цена кроссовок, кстати, 10 990, то есть 11 тысяч рублей. Ну, на мой взгляд, достаточно прилично они стоят, но, с другой стороны, если сравнивать с 95, с 97 Air Max, это вполне адекватная цена. Лично мой вердикт насчет этих кроссовок, мне нравятся. Они намного более свежо выглядят по отношению к 95 Air Max, которые уже примелькались, так скажем. И очень мне нравится вот эта шнуровка, которая идет очень далеко, вот прям на носок. Мне кажется, это очень красиво выглядит. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Мы постараемся, постараемся не забивать на канал. Последнее время, конечно, очень сложно это делать, но на самом деле последний видос вы здорово посмотрели, и большое спасибо за это. Это мотивирует двигаться дальше, идти вперед. У нас, кстати, целая гора еще кроссовок впереди, которые стоит снять, они лежат и ждут своего часа. Поэтому ваша поддержка и комментарии очень сильно нас подталкивают идти вперед.